Опозорили и оклеветали. С этими словами к нам в редакцию за помощью обратилась героиня нашумевшего в сети ролика. Камера наблюдения запечатлила уборщицу, чье поведение смутило горожан. В чем суть, увидите сейчас. Вот этот ролик, залитый в сети, взбудоражил общественность. Эту запись сделала одна из жительниц дома. Женщина призналась, что устала каждый раз находить в своей коляске клочки бумаг, одеяло скинутым на грязный пол. Именно поэтому и самостоятельно установила камера видеонаблюдения. Как выяснилось, нарушителем порядка оказалась та, которая за чистоту в доме и отвечает. У других людей тоже такое может случаться, что вы знали, что может кто-то это тоже делает. Как нам сказали, что она и другим тоже делала. В сети желающих прокомментировать видео нашлось достаточно. Пользователи даже стали спорить, пьяна ли уборщица. Мол, походка неестественная. Женщину эту уборщицу видел, но пьяная ее, конечно, не замечал. Некрасиво, потому что мусор можно было хотя бы забрать, выкинуть на улице в мусорку. А тем временем за женщину поспешила заступиться одна из старожил дома. Наша уборщица по зданию попала в неприятную ситуацию. Дело в том, что у человека походка такая, как есть. Мы никто уже ее не переделаем. Больше всех в общежитии, в котором проживаю я, общаюсь с ней. Объяснение нашлось и тому, почему злополучная бумажка оказалась именно в этой коляске. На коляске лежало извещение. Поэтому оно упало, она его подняла и положила в коляску. Мы связались с управляющей компанией Сити-сервис. Там объяснили, что в защиту сотрудницы высказались многие жители. А потому было принято решение женщину работы не лишать, а просто перевести на другой адрес. Ну а Надежда Дуняк на этом отказываться от камеры в подъезде не собирается. Боится, что может пригодиться. Лала Гасанова, Владимир Гайн, затеревать у компании Сигма для НУР-24.